Врачи называют это злокачественное образование самым коварным видом рака. День диагностики меланомы – повод напомнить людям о необходимости регулярно проверять родинки и посещать дерматолога. Как известно, вовремя обнаруженная проблема – половина успеха. Количество смертей во всём мире и в России от меланомы увеличивается. А если же поставить этот диагноз рано, то в 90% человек будет прооперирован, ему может быть проведена химиотерапия, другое лечение. Но в 90% продолжительность его жизни не уменьшится. Областной кожвен-диспансер участвует в дне диагностики меланомы с 2012-го. В прошлом году на профосмотр записались 49 человек. У двоих обнаружились подозрения на злокачественное образование. На родинку наносится специальное средство. И сам прибор-дерматоскоп переводится в плотный контакт с кожей. Это позволяет нам увидеть структуру, которая не видна не вооружённым глазом. Проходить такие осмотры рекомендуется раз в год. Врачи напоминают – за родинками нужно следить постоянно. При обнаружении каких-либо изменений необходимо срочно посетить больницу. Насторожить пациента должно три фактора. Это геометрия, изменение размеров, измерение рельефа, а также изменение цвета новообразования, появление каких-то включений. При таких факторах обязательно надо обратиться к врачу. Одна из причин развития заболевания – долгое пребывание на солнце. Чтобы снизить риск развития меланомы, врачи рекомендуют пользоваться солнцезащитными средствами. Особенно тем, кто находится в группе риска. В группе риска пациенты, у которых есть в анамнезе меланома, например, у родственников она была, или уже у самих пациентов было какое-то злокачественное образование. И пациенты с первым фототипом кожи. Это те люди, которые сразу обгорают на солнышке. То есть у них кожа сразу краснеет и не ложится загар. Современные технологии позволяют избавиться от родинок, которые мешают или портят внешность. Медики предупреждают – без консультации врача этого делать нельзя. Сначала нужно проверить состояние невуса. Так по-научному называется родинка. Если вы хотите удалить какое-то новообразование, то лучше прийти сначала к врачу-дерматологу, который проведет дерматоскопию. Просто если, например, требуется гистологическое исследование родинок, то, например, после лазерной деструкции гистологию не проводят. То есть для этого используют, например, другие методики. К слову, проверить подозрительные родинки можно не только в день диагностики меланомы. Специалисты областного кожевендиспансера примут пациента в любой будний день и совершенно бесплатно. Лучше записаться по телефону. Но если специалист свободен, то вас смогут принять и в день обращения в регистратуру. Екатерина Старикова, Мария Гончарова и Андрей Беляков.